Для студентов международной журналистики обсуждение политической картины мира с разных перспектив как никогда актуально. Преподавательский состав нашего университета регулярно устраивает гостевые лекции с профессорами из разных стран, чтобы передать климат политической сцены современного мира, тем самым интегрируя студентов в мировое научно-образовательное пространство. Одной из таких лекций была встреча с профессором университета Флориды, Вейном Бантой в рамках ITU Meetups, организованного кафедрой медиакоммуникации и истории Казахстана. На повестке дня был вопрос, как американские СМИ освещают внутреннюю и внешнюю политику США, но Вейн Ватта смог затронуть многие принципиально важные методы освещения новостей в целом. Действительно, американские СМИ, как и СМИ в целом, часто используются как площадка для выдвижения мнений. Какое мнение станет решающим, зависит от того, как представят масштаб той или иной проблемы. В освещении выборов и политических событий такие манипуляции случаются очень часто. Если в 1960-х годах единственным каналом, где можно посмотреть первые политические дебаты был CBS, то сейчас обзоры, новости и политический таргетинг доступен повсюду. Мнений стало больше, чем фактов. Распространение и разнообразие способов общения усложняют задачу донесения истинной информации. Это связано также с распространением журналистики и появлением социальных миди, что еще больше усложняет факт-чекинг для обычного человека. Есть несколько эффектов СМИ, способствующих этому. Например, так называемые эхо-камеры, изолирующие мнения в группах. Дональд Трамп является политическим представителем 1 трети населения Америки. Соответственно, люди, которым нравится Дональд Трамп как президент, будут склоняться к выбору СМИ, которые показывают Дональда Трампа в позитивном ключе, как Fox News. Немалую долю влияния оказывают и социальные сети, потому что мы подписаны и репостим новости тех страниц, с которыми мы потенциально согласны, а наша новостная лента подстраивается под наши политические предпочтения из-за технологий. Второе – это Both Side Seism или False Balance, призятость СМИ, при которой журналисты представляют проблему как более сбалансированную, с помощью искусственного увеличения доказательств желаемой точки зрения. К явным примерам данного явления можно отнести, как в 2017 году. По данным исследований, только 3% ученых отрицали антропогенное воздействие на глобальное потепление, но на телеканале Fox News количество ученых, отрицавших человеческое влияние на потепление, составило 69%. Такую цифру телеканал получил благодаря выборке ученых из аналитических центров, финансируемых добычей природных ископаемых. Касательно политики, в СМИ циркулирует материал о том, что Дональд Трамп соврал около 30 тысяч раз за свой срок избрания. Если CNN концентрирует внимание на том, как Дональд Трамп систематически врал о снижении налогов, то Forbes обращает внимание на то, кто больше всего из президентов врал за первые 100 дней, подчеркивая, что Джо Байден говорил практически такое же количество неправды, как и Трамп. А то, какому СМИ поверят больше или какой вывод сделают читатели, зависит от политических предпочтений и уровня медиаграмотности читателя. Таким образом, люди подвергаются не только огромному влиянию со стороны средств массовой информации и социальных медиа, но и с внутренней цензуры. Наши ошибки мышления и склонность делиться на лагере часто могут влиять на политический выбор. Самое главное – это выглядывать в окно, за просторость своего мнения и приходить к выводу, взвешивая разные точки зрения. Лекция была организована в рамках проекта ITU Metaps, где мы встречаемся с абсолютно разными и интересными спикерами с разных профессиональных областей. Например, сейчас вы видите недавно прошедший мастер-класс по освещению китайско-американских отношений от Кай Чена и Николаса Захаридиса из Роуд Колледж. А ITU Metaps выступает площадкой, где можно задать вопросы и вступать в открытые дискуссии. Благодаря этой встрече и другим мастер-классам, кругозор журналистов расширяется в разы. Студенты всегда держат руку на пульсе и выходят в мир специалистами с критическим мышлением.